Сегодня у нас 15 июня 2018 года. Это Рыжсковский пруд. Сегодня у нас пятница. Вот мы пришли сюда втроем. Игнать Тихонович, он делает окантовку слива с поворотом. Тут будет у нас Марина и я, который снимаю Володя. Там мы бутили, он видно. Тут колышки, где вот это все закидывали, ходили. Всю яму, где промыла вода, где был старый слив. Сейчас делал новый слив. Вот он как выглядит. Это уже та часть, которая уже не насыпная, а именно уже сам грунт, который твердо лежит. Марина вкладывает, чтобы здесь травой проросло, потом дернам и все. И вода уже не будет размывать берега. Трава удержит ее. За лето она укрепится корнями. Сейчас Игнать хочу делать низинку, что здесь буграми идет. Надо сделать, чтобы здесь край ниже был. Это еще уберется, середина тоже. 2,20 сделали. Потом будет короб делаться, по бокам по 10 сантиметров будет саман делаться с глиной, солому с глиной. Чтобы, как показал опыт, не размывалось стенки за досками. Вот такой блестит. Седой волос. Это ковыль называется. Ковыль. небо почти чистое хотя с утра было все затянуто сейчас все продуло уже вот мы здесь два метра оставили а то промыв воды я замерил так примерно 22 метра может неправильно маленький ну и все это засохло уже теперь надо пробить оттуда чтобы вода прошла а там ее по доскам пустим а здесь направить маленечко кочки шибеть чтобы она пошла маленечко а то с разворота она может подмывать вон туда там внутри мы еще тоже сделаем небольшой канатчик туда вон туда чтобы она вода ушла конечно кажется счету такого а раньше эти паскотины копали мы у батюшки там сохранилась скотину после он залез сюда скотину увидишь потеряешьскую вон она на бугре на деревню на деревню смотри а вижу и отделяли канава сегодня еще вот полтора метра глубина а видно где она шла километра три такой же народ был экскаватора бульдозера бульдозера не было это все где почти скотину ночное пускали там и городе ли вдруг раскулачили как они тосковали ой одна там приехала к ним нюрка комсомольского работника жена добилась свидания да к ней говорит какая-то в река нарым не за какая-то река так переплывали кричали нюрка ты оттуда хоть шепочку из дома привезла посмотреть и отказать и говорят когда выезжали тоска какая была почему златоуз говорит самое страшное это не война а плен вот это в плен в нарым раскулачивание это плен это все последствия его потеряя вы жили здесь вот она здесь она рыжкова рыжковский пруд делиться она была рыжком приезжала едокия титовна иван нефантьевич где тит где нефанти ничего нет этого а у них какие были там я не знаю не там назвали такие венедикт такие имена которые перед этим первые были тот нынче 3 июня отметили 200 лет как потеряевка то есть документах отмечено а что отмечено это значит она уже выделена земля была кому-то землеустройство сделала свое дело в 1818 году окончено 7 лет позже там полторы тысячи человек а здесь полтора человека как образом сказать вот видишь как вымерили как будто трактор проехал так мы сегодня пришли все еще липнет там на уровень вывести ты показал как там до конца нет ну так пойдем посмотрим я пока выкидывай а теперь подхожу я пока я 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 э вот это все надо опустить ниже я не знаю на сколько здесь ну около метра наверное и туда чтобы она наклонная была вот эти доски вот она ширина 10 досок по 20 сантиметров что бы она помыть до 20 сантиметров Вот туда чтобы она не вымывала а там еще пол доски добавляется Ну а дальше уже она сама там будет промывать сколько надо Люди стонут В таком возрасте они Ой-ой-ой Делать нечего Тренажерное, фитнесы, залы В деревне ничего не надо Вот она Приехала и все, сколько лишнего А теперь берет и таскает за двоих мужиков Она меня не обманула Я могу работать как мужик Я подумал, это здорово А когда посмотрел, да неправда Она за двоих с половиной мужиков работает Берет два ведра Два ведра земли И целый день С девяти до пяти Вот считай, семь часов это уж определенно Вот там и сделали Забутили, а сейчас нужно подготовить Вот если люди еще будут Тогда можем им давать место Надо сейчас, видишь, ограничено где как Мерочку каждому сделал Вот она, два двадцать Вот она мерка, видно, что два двадцать Я метр семьдесят За два двадцать Вот так Сюда Смоленечко побольше Вот так и будет Вот На два метра А тут пазухи сделаем нынче Пазухи начнем соманить Вот такое А внизу, когда ровно сделаем Я уровень принес По уровню Там выстелим Сколько это получается Шесть Двенадцать квадратных метров Да там шесть Почти восемнадцать квадратных метров Выстелить шерстью На них доски положим Без всяких подкладок Подкладки сверху То есть совсем по-другому Чтобы она не промыла Под низом Ну а тут вот Если бульдозер-то был Нынче Ну и теперь уже никак Только оттуда опять гнать-то Вот это место выровнять Поднять Сразу можно поднять было на полметра У нас там низинка Видишь, она как горбылем туда идет Опасно Ну если позволит Господь еще Мы можем бровку создать Хотя метра на два Поднимать Засамонить Он привезет сено У нас Земля-то вон она рядом Мы откопали Какую страсть А люди-то будут Нам нужны Нет Мы все это поднимем Вот до этого места Ну то есть Перспективная работа А дальше Как Бог даст Смотри, какое озеро получилось Настоящее Это большой пруд Таким он никогда не был Все в воде оказались Березки засыхают А вон пташка одна Прилетает на одно место А значит у нее там гнездо Вот здесь вот Ну нам не до нее Сегодня 21 градус Я поэтому скинул уже пиджак Что и вам советую Поехали дальше Слава тебе Боже наш Слава тебе Боже наш Слава тебе Здесь смотри Не заехаю Дальше Маленько Лучше оставить Вон там где Нижняя идет По ней Ровно Потом будем Бутить Я пошел Дальше Выбирать Слава Богу за все Дальше